Такое ощущение, как будто вернулись немножко коронавирусные времена. У Lexus, когда приезжал я после коронавирусных времен, машин было очень много. Сейчас на складе Lexus нахожусь и хочу вам показать склад Lexus, насколько он опустошился и машин стало меньше. Вопрос, с чем это связано? С тем, что сейчас меньше стали машин производить, меньше покупательская способность или в принципе перестали покупать. Открытый вопрос, пока не знаю. Как правило, машин ставят меньше, потому что переходный год. Как знаете, в Америке это 24-й переход на 25-й модельный год. У нас модельный год. Сейчас мы будем смотреть какие-то автомобили, которые 24-го года, а есть уже 25-го года, хотя сейчас август месяц 24-го года. Это модельные года, ребята. В Америке именно так это работает. Первое полугодие это 24-й год, второе полугодие года это уже 25-й год, будущий год начинается. Поэтому сейчас посмотрим цены на Lexus, на складе Lexus. Заваривайте чаек, пивасик, кофеек, то, что любит. И, конечно же, поставьте, ребята, лайк мне, поддержите меня лайком, поддержите комментарием, напишите ваш комментарий. Конечно же, очень важно ваше мнение. И, конечно же, ребята, поделитесь с друзьями. Подписка обязательно. Кто мне долго смотрит, знает, что у меня всегда ценная информация. По ходу пьесы, когда я пока покажу цены, я рассказываю какие-то новые лайфхаки, рассказываю какие-то новые мои умозаключения, новые какие-то еще есть у нас введения в автомобильном бизнесе в США. Так что, кому интересно приобрести автомобиль в кредит в лизинг, в Instagram, в WhatsApp, обращайтесь по способам связи, кто смотрит меня из Штатов, кто планирует в Штаты приехать, также можно приобрести автомобиль, как и в кредит в лизинг, тоже можно будет приобрести, как и в кредит, так и в лизинг, только единственное, там будут условия у вас хуже, потому что у вас нет документов, нет кредит скоро. Но, тем не менее, по приезду не обязательно покупать бэушное говно за 5, за 10, 15 тысяч долларов, тратить на это говно, потому что потом вы будете об этом жалеть 100%, вы вспомните меня, а хотя бы даже не вспомните меня, потому что вы уже потихонечку подобосрались-то. Ну, как говорится, кто уже подобосрался, тот уже не будет говорить о том, что он подобосрался. В общем, друзья, не о плохом, а о хорошем. Слушайте мои советы, будьте точно в плюсе на новом автомобиле, на гарантии, и все четко у вас. Погнали смотреть сегодня цены на складе Lexus. Погнали! У нас приехали GX 550, кстати, вот эти GX 550, которые здесь стоят, они уже проданы, если они в этой стороне стоят, как правило. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Некоторые ребята сейчас стали звонить, особенно тракисты, ребята из трака. Для вас, у вас есть такая возможность взять такие автомобили, я знаю, что вы любите такие автомобили. Просто чаще всего звонят ребята, которые на траке работают, и говорят, хочу себе Lexus LX 600, GX 550 или что-нибудь в этом роде. А вот, кстати, LX 600 стоит тоже. Я еще ничего не смотрел, вместе с вами вот зашел на склад. Итак, это у нас комплектация Premium GX 550, 3,4 литра. Я делал уже тест-драйв. Кто не подписан на мой инстаграм, подпишитесь. Я там уже все, в принципе, рассказал про этот автомобиль. Турбированные, 349 лошадиных сил, 10-ступенчатый автомат, полный привод, само собой. Цена данного автомобиля 66,450. Цена максимально адекватная. Очень круто, смотрится шикарно. Красивый цвет. Этому Lexus этот цвет идет. А вот смотрите, модный grey. Модный grey. Посмотрим, это у нас Narda grey, Brooklyn grey, Japan Japan. Это у нас комплектация Luxury, красивый. 82,204 стоит автомобиль. Что-то не фокусируется вот так. 82,204. 17 на MPG, полный привод. Ну, автомобиль у нас тоже закрыт. Ну, очень красиво смотрится. Прям шикарно смотрится этот автомобиль. Как вам? Напишите комментарии. А вот такой вот белый стоит. Это у нас Overtravel. Вот на этот автомобиль я делал обзор. Overtravel Plus, 3-4 литра. Все то же самое. Цена этого автомобиля 81,499. Такой же мотор, такие же показатели, в принципе. Единственное, это у нас оффроуд версия. Как вам такие автомобили? Вот еще один стоит. Такой же у нас Luxury. Скорее всего, по дискам видно. Красивый такой цвет, шикарный. Очень прикольный цвет. Да, Luxury комплектация. Все то же самое по характеристикам. Цена 82,204. А вот соседний стоит у нас LX600. Сейчас ребята, которые работают на траках, которые приехали из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Эти автомобили они очень сильно любят. Чаще всего они звонят, спрашивают про эти автомобили. Салам алейкум, ребята. Это у нас LX600 F Sport. 3-4 литра. V6, 409 лошадиных сил. 10-ступенчатый автомат. Шикарный вариант, вообще просто. 112,085. Вот такая вот цена, ребята. Машина у нас тоже закрыта. У нас машина на комбинированных сидениях. Вишневый с черным. Ну, классика, вообще класс. Круто смотрится. Черный цвет, просто бомбически круто смотрится. Это у нас премиум класс, тоже от Lexus. Седаны, это у нас LS500. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Красивые диски. Стоит такой автомобиль. 82,305. LS500, 3,4 литра. V6, 416 лошадиных сил. 10-ступенчатый автомат. Машина у нас открыта. Это хорошо. Похладил, кто-то здесь ездил уже. Видите, сиденье отодвинули. Что вы скажете, ребята? Мне кажется, чуть-чуть он подустарел. Нет? Вам так не кажется? Посмотрите. Такие кнопки уже. Ну, по-хорошему его надо бы апгрейдить, честно. Он уже честно подустарел. Он неплохо выглядит, шикарно. Посмотрите, здесь у нас Alcantara вставки на дверях. Прикольный. Память сидений. Музыка здесь тоже должна быть премиальная. Это такие деньги-то. Что-то не видно. Марк Левинсон должен, по идее, быть. Ну, не видно ничего пока. Сейчас посмотрим соседние. А доводчиков у Lexus нет, точно. Вот, не знаю. Не знаю. И вот, по-хорошему, этот автомобиль уже апгрейдить. Это мое субъективное мнение. Я понимаю, что сейчас найдутся люди, которые скажут, да ладно, нормально. 82, 305. 3,4 литра, V6. Здесь все то же самое, только в другом цвете. Музыка здесь. Что, музыка стоковая, что ли? Удивительно, конечно. Удивительно. Так, еще один у нас стоит. Три. Не так много в наличии разных цветов. 82, 305. То же самое, только в белом цвете. Белый, белый, серый. Два белых, один серый. В общем, неплохо так. Неплохо. Сейчас мы пойдем посмотрим. Здесь у нас уже проданные автомобили стоят. Давайте посмотрим лучше там. Еще одни проданные автомобили здесь тоже стоят. Чуваки здесь орут, что-то делают. А вот у нас стоит NX. NX-ы стоят. Какие-то машины проданы. NX-250. Вот. Очень популярные 250-ы. Потому что 2,5 литра в мотор. 203 лошадиные силы. Для девочек. То, что нужно. 42. Что-то камера так плохо фокусирует. 42. 595. Цвет. Coppercrest. Очень интересный цвет. На RX-е очень популярный. Так, у нас соседний тоже здесь стоит. Давайте я его пропустил. Эта машина продана. Соседний у нас. Это у нас NX-450H F-Sport. 2,5 литров. Гибрид. 64-825. Отлично. Цена, конечно, такая. Но это 450-а, нужно понимать. Красного цвета NX-250. Стоимость такого автомобиля. Это комплектация премиум. Цена 45-0.74. Соседний у нас стоит RX-350. Это у нас премиум комплектация. 2,4 литра. 275 лошадиных сил. Цена 56-475. Блин, да что ж такое с камерой? Вообще жесть. 56-475. Так, еще один NX. NX у нас 450H Luxury. 64-950. Машина закрыта. Белый на черных дисках. Прям круто смотрится. А вот черный на черном. Сколько такой стоит? NX-450H Luxury. То же самое. 64-450. Белый, черный. Еще один у нас такой же стоит. Один в один, только с черной крышей. Панорамной. Давайте сколько этот стоит, уже посмотрим. То же самое, только цена 66-540. Еще дороже из-за панорамы. Там было 64-450. Такой же, такой же NX стоит. В принципе, повторяться не хочется. Одни и те же. Ну, давайте вот белый посмотрим сейчас. Мне кажется, 250-й, да? Да, 250-й премиум. То же самое. 45-805. На Вечневом салоне. Ну, собственно, еще такие же стоят. 250-й. Раньше 250-й было вообще очень мало. 350-й были. Сейчас 250-й наоборот навезли. Вот 250-й то же самое. 42 тысячи долларов. Вообще база-база. Что тут у нас в базе есть? В принципе, неплохо смотрится даже в базе. Посмотрите. Очень даже неплохо. Экран, конечно, маленький. У других 350-х, 450-х грамм побольше. Ну, а так в целом. В целом, короче говоря, 40 тысяч долларов. Самая базовая NX стоит. И, как вы видели, 66 самый дорогой. Посмотрите, у нас склад пустой. Раньше, если кто смотрел мои ролики, помните, сколько здесь стояло машин. Все было забито. Абсолютно все было забито. Я сейчас не утрирую. Просто вернитесь, спуститесь. Кто не поверит, спуститесь, пожалуйста, вниз по моему ролику. Прямо зайдите на канал, спуститесь вниз. И найдите на канале ролики про Lexus. Буквально там месяца три назад я снимал здесь же у этого дилера, потому что это один из крупнейших дилеров. Я снимал здесь машины, сколько они стоят. Вот, ребята. Смотрите, нихера нету. Никуда их не спрятали. Их просто распродали. И сейчас чуть меньше стали привозить. Но, как мне объясняет дилер, что машин сейчас меньше стало. А продажи идут. Продажи идут. И неплохо идут. ТХ 350. Я к этим шел автомобилем. Премиум комплектация. 2,4 литра. Цена такого автомобиля 6185. Соседний стоит 500. Мой фаворит из ТХ. Вообще, в принципе, мой фаворит из Lexus. Значит, 72 335. Вот так вот. Потому что он гибридный. 2,4 литра. 366 лошадиных сил у него. Ну, прям нравится этот автомобиль. Посмотрите. Стандартный, как RX, только длиннее. Но, зато посмотрите, здесь капитанские сидения. И места здесь достаточно много. Потому что я, наверное, рассуждаю, как отец двух детей. Поэтому мне он нравится. Потому что мне порой места не хватает в семейном автомобиле. Багажник маленький. Так, давайте посмотрим еще 500. Вот такой вот в синем цвете. 72 335. 500 стоит. Ну, а так, в принципе, больше, конечно, 350, чем 500. Посмотрите, сколько 350. Мне кажется, они все одинаковые. Вот белые стоят. Очень популярно у нас белый цвет во Флориде. Сами знаете, лето, жара. Здесь цены нету. Поэтому белых больше. Ну, не у всех дилеров есть белые цвета автомобилей, к сожалению. Допустим, Lexus молодцы. Они привозят белых больше. Тоже у нас лакшери комплектация. ТХ-350. Цена 65 935. Все спрашивают, сколько будет стоить в кредит такой автомобиль. Ну, вот ты объясняешь, что показываешь. Ну, ты расскажи, сколько будет стоить. Максимально всегда буду говорить. И говорил, и буду говорить. Максимально все зависит от ваших документов. У меня все есть, некоторые говорят. 62 688. Когда начинаешь разговаривать, а что есть? Выясняется, что нихера нету. Да у меня есть кредитскор. Сколько? 500. Что такое 500 кредитскор для Америки? Ничего. Ребята, у меня есть кредитскор 680. 680 это небольшой кредитскор. И этим кичиться не нужно. 72 335. Это у нас 500 H-Sport. F-Sport. Нравится. Очень нравится мне. F-Sport. Класс. Шикарный автомобиль. Поэтому, когда у вас, говорите, все есть. По факту, редко у кого что-то есть, действительно. Social получили год назад, некоторые говорят. Но если вы Social получили год назад, то, соответственно, и кредитскор у вас слабый, поймите правильно. Истории никакой нету. 62 688. Это у нас комплектация премиум 350 TX. Поэтому, когда я спрашиваю, общаюсь со своими клиентами, я спрашиваю, ребят, когда Social получили? Когда то? Когда это? Когда это? Все есть, все есть, все есть. Когда начинаешь запрашивать банк, понимаешь, что там вообще нихера нету, истории нету. Social получил полгода назад, кредитскор ноль, меньше полугода с момента получения Social и того момента, как вы получили кредитные карты, нет смысла подаваться в банк, потому что кредитскор ноль. Как минимум полгода нужно ждать после получения Social и активно пользоваться кредитными картами. Тогда у вас будет кредитскор. И тем более, если у вас нет пропущенных LED пейментов, так говорится, пропущенных платежей, то все будет нормально у вас. Поэтому, ребят, когда вы звоните уверенно, так начинаете качать, немножко удивляете вы меня тем, что вы сами ничего не понимаете, а потом начинаете говорить, что брокер что-то вас-то нагибает. Так, ЕС-350, 48-509. Это у нас комплектация, это стандартная комплектация, не F-Sport. ЕС, кстати, вот тоже два ряда, раньше были ЕС, и вот здесь вот все стояло абсолютно вот до конца туда вот. Как видите, склад пустой, ничего не привозится. Вот, машина 24-го года еще, ЕС-300H гибридная, 50-350 стоит. Еще вот, опять же, если сравнить ЕС-300H, ЕС-350 47-690, и сравнивать Toyota Camry, по факту, по факту, уже вот Toyota Camry последняя догнала ЕС-300H. Ну, мне так кажется, по комфорту, по дизайну, ну, только там, здесь 50 тысяч стоит, а Toyota Camry такая будет стоить 40 тысяч, десятка. Ну да, Lexus, не спорю, да-да, конечно, это Lexus, это премиум, согласен. ЕС-350, 52-685. Что-то, F-Sport'ов нету. Давайте посмотрим еще. Это ЕС-350, 49-530. 250-ых тоже практически нету, очень мало. Их было до этого мало, и сейчас мало тоже. 300H, 50-350. Ну, они повторяются, только цвета разные. Вот, тоже 300H. Здесь АС-350 стоит. Сколько он стоит, АС-350? F-Sport 48-400. Здесь у нас 3,5 литра V6. 311 лошадиных сил. Очень классная тачка, нравится. В таком цвете тоже вишнево. Шикарно смотрится. Ну, Lexus, это как Toyota, да, консервативные, они долго меняют свои какие-то дизайн. Конечно, шикарный это автомобиль, но технологии, кнопки эти все старые, добрые. Зато надежные. Некоторые говорят, Рома, вот ты зря так говоришь, они надежные. Я тоже взял себе Toyota, потому что, ну, я не хочу голову себе бить. Просто не хочу себе голову бить. Вот моя машина стоит. Вот, то же самое ЕС-350, только вот Camry, по факту. Итак, ЕС-300H, 51-165. Пожирнее немножко комплектация, здесь что-то добавили. Да, музыка стоковая здесь стоит. Экран большой. Да. Так, ну что, поднимаемся на следующий этаж, где там RX-350 стоят. И RX-500, и там посмотрим, сколько стоит автомобиль. Все в одном ролике. Сейчас поднимусь на следующий этаж. Так, поднялся на этаж выше, здесь так шумно. Здесь у нас моют, там моют. Давайте посмотрим RX-350. Я буду немножко кричать, потому что сам себя не слышу даже. Не так много автомобилей в наличии. Посмотрите, здесь базовых автомобилей очень много. RX-350 вообще просто база-база. Цена этого автомобиля 50-800. Так вот выглядит. Понятно, что машина не подготовлена. Стоит маленький экран. Очень маленький экран. Но это прям базовый RX. Передний привод. Ни панорамы, ни люка. Ничего нет. Просто база. 50 тысяч долларов базовый RX. 50-800 точнее. 50-800. Давайте посмотрим соседние. Мне кажется, много базовых оставили здесь. Так, соседние у нас 350H. Наши любят такие автомобили. 67-870 стоит автомобиль. Не фокусируется опять камера. 36 на MPG. Здесь, конечно, поинтереснее все. Посмотрите. Сразу большой экран. Музыка. Премиум. Марк Левинсон. Здесь такие ставки Алькантара. Приятная кожа комбинированная с Алькантарами ставка. Панорамная крыша. Деревянные ставки на руле. Адаптивный круиз-контроль. Здесь деревянные ставки тоже. Ну, конечно, поинтереснее смотрится этот автомобиль. Ну, и цена тоже. 67-870. Не такая, не маленькая. Проекция на лобовое стекло тоже есть. Но это не F-Sport. Сейчас посмотрим. Вот там у нас, я вижу, уже 500-ки стоят. Вот он 500. И вообще самый топчик. Если бы я брал, я брал 500-ый бы точно. Вообще просто топчик. 500H. Стоит такой автомобиль. Это 74-015. Ну, это прям машина закрыта, да? К сожалению. Черные матовые диски. Шикарно смотрится. Черные зеркала. Черная крыша. Ну, короче, Black Packet прям шикарно смотрится. Прям очень нравится. Смотрите, все. Вот это вот здесь у нас тут. Сколько? Ну, машин, наверное... Машин 10. И все. Представляете? Вот здесь раньше, вот здесь раньше. Я просто удивлен. Раньше здесь стояло столько машин. Нет машин? Нету. Что-то мы не знаем, ребята. Дилер что-то знает больше, чем я. 350H Luxury. 67-115. Ой, 67-150. Такой же, как соседний мы смотрели. Только в сером цвете. Один в один. Вот еще один у нас стоит. Тоже. Гибрид, скорее всего, да. С панорамной крышей. 350. А, нет, это 350-ый просто. Вот 350H. Что-то он весь грязный какой-то. Посмотрим. Белый на коричневой коже. Круто смотрится, слушайте. Класс. Сколько такой стоит. Тоже 67 где-то. 68. Сколько этот стоит? А, 59. 59-840. 350H Premium Plus. Это комплектация. Полный привод. Ну вот то, что нужно. Оптимальное решение. Это 350H. Полный привод. Все. И не 500-ый, и не простой 350-ый. Вот. 350H. Полный привод. Вообще то, что нужно. И цвет прекрасный автомобиля. Дорого смотрится. Посмотрите, как круто смотрится. Умеет же Lexus подобрать цвета. Не каждому автомобилю подходит такой цвет. Эмбелайтная подсветка вот здесь вот. По торпеде идет. Проекция есть. Все, что нужно здесь есть. 350H. Если у вас нет возможности взять за 75 тысяч долларов 500-ку, которую только что я показывал, то, пожалуйста, берите себе 350H. Полный привод. Наслаждайтесь автомобилем. Вот он стоит тоже. 500-ка. Стоимость у него очень большая. 73-255. Но она того стоит. Посмотрите. У нас тут анимация идет. Она того стоит. Посмотрите, как это круто выглядит. Машину еще завели. Кондиционер работает. Белый на черном. Класс. Нравится. Я делал обзор у себя на канале. Можете посмотреть. У меня есть один в один такой же автомобил. Белый на черном. Я его брал на обзор. Делал. Кто не смотрел. Заходите на канал. Посмотрите его обзор. На этом все. В принципе, АЭСов нету. Нету, ребят. Что там еще у нас у Лексуса есть? Да и все. В принципе, на складе больше ничего нету. Не знаю, с чем это связано. Не буду сейчас гадать. Не буду сейчас выдумывать. Но машин очень мало. Сейчас спущусь к дилеру и спрашиваю, что случилось. Ну, до этого я был за две недели назад, покупал автомобили. Тут они были чуть больше, но тоже их было мало. Ну, как мне две недели назад сказали, что переходный идет 24 на 25. Ну, что-то как-то мало верится, что переходный 24 на 25. Уже бы 25-х бы тоже много привезли, но почему-то 25-х автомобилей, я имею в виду 25-го модельного года, что-то тоже нифига нету так мало. Посмотрим, с чем-то связано, наверное. Может быть, кризис? А может быть, рецессия? Что-то, может быть, нас грядет, чего мы не знаем. Дилер лучше знает. Они все-таки владеют большей информацией. Тем не менее, кому интересно купить автомобиль, вы знаете, куда обращаться. Инстаграм, ватсап. Без проблем, подберем автомобиль. Я сомневаюсь, что что-то нас ждет плохое. Я думаю, что просто у Лексуса, скорее всего, переходный идет год 24 на 25. И поэтому, мне кажется, только с этим может связано быть. Ну, посмотрим, время покажет. Спасибо, что смотрели до этого момента. Благодарю каждого, кто подписался на канал. Не пропускайте мои ролики. В раз в неделю выпускаю. Ставьте лайки, комментируйте, что вы думаете, что у вас, какие мысли. Бывают очень дельные комментарии, читаю, прям наслаждаюсь. Бывают, конечно, такие бредовые комментарии. Хейта тоже достаточно много. Но, ребята, все нормально, люблю вас, обнимаю. Вы лучшие на свете. Куда ж без вас. Поэтому увидимся в следующих роликах. Пока-пока, друзья.